А вот какое определение успеху дает один из спикеров форума, запестителя президента, председателя правления банка Надия Черкасова. Успех – это то, что ты сам знаешь о себе. Общество может считать вас неуспешной, а вы на самом деле невероятно успешны для себя самой. И ведь и в этом есть правда. Кстати, Надия прямо сейчас на связи со студией. Надия, добрый день. Здравствуйте. На какие сферы вы порекомендовали бы предпринимателям, особо начинающим сейчас обратить свое внимание? На мой взгляд, конечно же, я сегодня подключалась к взлету успешных предпринимателей, части молодежного предпринимательства. Аналитика данных, работа с данными, анализ поведенческих моделей, все, что связано с дистанционными продажами и сервисами, это, конечно, топ-направление для старта бизнеса. А как вы оцениваете малый и средний бизнес в Тюмени? Слышали вы какие-то, может быть, интересные кейсы? Несмотря на то, что я была в дистанционном формате, моя камера была повернута так, чтобы я могла видеть зал. И это молодые активные предприниматели, очень инициативное деловое сообщество. И вообще, родина молодежного предпринимательства в России – это, конечно же, Тюмень и та работа, которую многие годы делает Эдуард Амаров. Но очень много сейчас говорят про женский бизнес. Стоит ли его выделять? Чем он отличается от мужского? Мой однозначный ответ – да. Конечно же, предприниматели определяют и по отраслям, по видам бизнеса. Но есть и социальный средств, есть молодежное предпринимательство, есть женское предпринимательство, есть социальное предпринимательство. И это, безусловно, разные сегменты, которым требуется свое внимание. И почему, в частности, я поддерживаю тему женского предпринимательства, в связи с тем, что, смотрите, в России 54% трудоспособного населения – это женщины. И, безусловно, можно ждать, когда вырастет молодежь. А можно женщин вовлекать в экономику страны для создания своего собственного малого и среднего бизнеса. И это, конечно, выгода с двух сторон. С одной стороны, для экономики, потому что увеличивается доля ВВП малого и среднего бизнеса, потому что женщин в малом и среднем бизнесе лишь 27%. Вот такой парадокс. Женщин всего 54% в трудоспособном населении, а в бизнесе их лишь 27%. Поэтому это, безусловно, большая государственная задача – вовлекать женщин в экономику. Кроме того, это, безусловно, интересно и самим женщинам. А вот вы как считаете, какими качествами должна была женщина, чтобы открыть свой успешный бизнес? Ну, безусловно, любой предприниматель, вне зависимости от гендера женщины и мужчины, это должен быть в первую очередь предпринимателем. Это значит, что предпринимать, действовать. Есть большой гэп между тем, чтобы просто мечтать и действовать. Вы знаете, я вот даже не готовилась, у меня вот здесь на столе всегда лежит книга, которая, например, мне напоминает о том, что мечтай, планируй, действуй. И вот это то, что отличает от предпринимателя, что между мечтанием и действием, как правило, предпринимателя проходит очень мало времени. Сегодня помечтал, завтра уже пошел, начал делать. А лучше даже прямо сегодня. Поэтому качество, безусловно, это активность, это умение полагаться только на себя, поскольку предприниматель – это небольшая структура, все зависит здесь от себя. И, безусловно, нестандартность мышления и креативность. А почему нестандартность мышления? Потому что, как правило, ты часто попадаешь при старте бизнеса на уже конкурентный рынок, и нужно не принимать еще одно из ограничений, что все уже сложилось, все уже придумано, все сделано, а попробуй сделать чуть-чуть по-другому. Чтобы стать женщиной-предпринимателем, то нужно быть еще, безусловно, очень организованным человеком, поскольку женщины еще большие обязанности, как правило, уже с семьей, если тем более есть дети, это, конечно, приводит к тому, чтобы быть суперорганизованным человеком, для того, чтобы успеть и организовать свой бизнес, и управлять бизнесами одновременно, еще и заниматься воспитанием детей. Я повторю еще раз, наверное, в конце, что настоящие предприниматели, именно в России много таких предпринимателей, и большинство, я бы сказала, что те, кто не принимает никаких ограничений, верят в себя, являются настоящими непринимателями, и поэтому бизнес развивается и становится успешным. И вы знаете, мы действительно сейчас в рамках карантина, да, все прошли вот такой большой стресс-тест, а кто как бы смог очень быстро переупаковаться, очень быстро пересмотреть подходы к своему бизнесу, кто умеет меняться действительно каждый день, а кто, простите, тормозит, а рынок этого не терпит. Это да. Надя, спасибо вам большое за эти советы, и до свидания.